В Казанском федеральном университете доказали влияние горных пород на окисление нефти. Исследование получило поддержку Российского научного фонда. Количество нефти, добытое из карбонатных коллекторов в России, по-прежнему не может похвастаться высокими показателями. А ведь уже в ближайшие годы разработка таких запасов станет насущной необходимостью, как уверены специалисты нефтегазового профиля. Для того, чтобы найти уникальный подход к этим непростым залежам, ученые приоритетного направления эко-нефть исследовали горные породы в качестве оперативного помощника в процессе горения нефти. Этот эксперимент включает исследование минералов кальцит и доломит. Кальцит и доломит – главные минералы в карбонатном резервуаре. Во всем мире мы имеем примерно 60% нефти, они находятся в карбонатном резервуаре. Тщательное исследование воздействия данных минералов на горение нефти предоставляет важную информацию для применения процесса внутрипластового горения в карбонатных коллекторах, которые обладают огромными запасами нефти. Важно знать, что минералы внутри резервуара влияют на процесс излечения нефти. Изучение горных пород на окисление нефти в Казанском федеральном университете началось примерно 7 лет назад. На данный момент ученые доказали, что добавление карбонатной породы способствует осаждению топлива в процессе окисления тяжелой нефти. Мы можем использовать данную технологию для резервуаров России, Колумбии, Канады, Китая и других стран для излечения тяжелых нефтей. Исследование казанских ученых носит прикладной характер. Оно актуально тем, что тщательное исследование воздействия этих минералов на горение нефти дает важную информацию для применения процесса внутрипластового горения в карбонатных коллекторах, который обладает огромными запасами нефти. Доказано, что добавление карбонатной породы способствует осаждению топлива в процессе окисления тяжелой нефти.